Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова И очень мало куда можно полететь. Дубай, он исторически собирает вокруг себя огромное количество бизнесменов и криптоэнтузиастов и людей, кто в финансах работает. Но сейчас особенно, потому что вообще мало куда можно поехать. И вот в Дубай здесь достаточно свободный въезд сюда. Нужно просто сдать тест на корону, на COVID и можно сюда влететь. Очень многие влетают из Европы, из России, Украины, из других точек мира. У нас много разных встреч. Плюс очень многие люди здесь живут. И плюс, конечно, у нас корпоративные встречи в том числе. Потому что для того, чтобы вот этот бизнес, который сейчас очень быстро рванет, чтобы его поддержать правильно, нам нужно правильный корпоративный фундамент здесь строить. И хотя мы всегда говорим, что Дейзи – это смарт-контракт, это на самом деле так, это децентрализованная модель, тем не менее нужна поддержка, определенная поддержка. Маркетинговая поддержка, поддержка по пиару, поддержка юридическая и так далее. Потому что мы работаем не в космосе, хотя мы на смарт-контракте. И все вот это мы сейчас как раз настраиваем, подкручиваем. Так что впереди после запуска нас ожидает бурная-бурная такая деятельность со всех сторон. Также я напоминаю вам, что это только первая фаза. У нас будет потом и вторая фаза, и третья фаза. Мы тоже это все прорабатываем. И мы делаем так, чтобы не нужно было для каждой фазы заново строить сеть. То есть единожды построенная сеть, она будет, команда, она будет дальше переходить в следующие фазы. Мы будем регистрировать фонд, мы будем приходить в другие рынки финансовые. Сначала это будет Форекс по нашей дорожной карте. И, возможно, у нас будут новые проекты по краудфандингу. Это все на будущее. Сейчас у нас в фокусе, это, конечно же, эндотек. И нужно собрать те средства, которые указаны в нашем плане, в бизнес-плане. И мы общими усилиями к этим отметкам, я думаю, достаточно быстро приблизимся. И прямо сразу же после запуска, учитывая то, что у нас огромное количество, 53 тысячи человек сидит в системе, огромное количество из этих людей не могли сделать апгрейды в силу технических сложностей в январе месяце. Сейчас очень многие приготовили USDT, будут делать апгрейды. Напоминаю, что у нас оплата идет в USDT. И это очень классно. Не будет здесь никаких спекуляций, не будет недовольства никакого, что вот, а трон пошел вверх, трон пошел вниз и так далее. Это удобнее для трейдинга тоже, потому что деньги сразу же поступают в трейдинг в USDT. Трейдинг у нас работает таким образом, что он наращивает именно USDT, а не биткоины, не криптовалюту. Мы это тоже помним. Так что готовьте, я уверен, что вы приготовили ваши тезеры на TRC-20 на протоколе трона USDT и готовьте немножечко также на топливо тронов, потому что если у вас только USDT, но нет тронов, то транзакция просто не пройдет. Я думаю, что роликов вы много видели, инструкции много видели. Если у вас есть какие-то вопросы, то обращайтесь к лидерам на русском языке, на других языках, где вы присутствуете, и вам обязательно подскажут, как подготовиться технически к этому всему, потому что понятно, что новый формат и не все, даже из присутствующих вот сейчас на нашем лидерском звонке, не все профессионалы в области смарт-контрактов, не все профессионалы в области мобильных приложений для мобильных кошельков для криптовалют и так далее, и дапов, децентрализованных приложений. Это все обучение. Мы когда стартовали, мы тоже не были здесь отнюдь профессионалами. До сих пор мы не являемся профессионалами именно по смарт-контракту, то есть это новый для нас формат, и за последние месяцы мы много чему обучились. В нашей индустрии вы знаете, что обучение самое важное. У нас не просто идет построение бизнеса, оно идет путем обучения людей чему-то новому. И мы огромное количество людей в этой комьюнити, у нас Daisy комьюнити, огромное глобальное, мы, скажем так, просвещаем людей в области DeFi, децентрализованных финансов, в области смарт-контракта, как это работает, и заводим вообще в экосистему криптовалют, что, конечно же, очень круто, потому что 53 тысячи человек зашло быстро за несколько дней, сейчас сотни тысяч и миллионы людей пойдут следом. И это очень благое дело, то есть мы притворяем вот эти технологии, скажем так, в мир, и все больше людей будут узнавать про то, что такое вообще криптовалюта, блокчейн, DeFi путем захождения в DeFi. Это то, что хотелось сказать. Я не буду очень сильно затягивать, у нас регламент, у нас огромное количество на сегодняшнем звонке, ни два, ни три человека, профессионалов с большой буквы. Это все лидеры, которые имеют опыт построения огромных структур, тысячных, десятитысячных, статысячных структур. Это люди, кто заработал здесь огромные чеки, шестизначные, семизначные чеки, кто умеет строить товарообороты, миллионные, десятимиллионные и большие товарообороты, глобальный бизнес строит, все очень хорошие, теплые друзья. Мне очень приятно всех вас видеть, я персонально вас знаю, большинство давно, много лет. Это очень приятно. И я, наверное, хотел бы начать, мы будем идти от одного к другому, я буду представлять людей. Я бы хотел передать микрофон. То есть цель нашей сегодняшней встречи, в принципе, показать, кто на русскоязычном пространстве этот бизнес продвигает, показать, почему все эти лидеры зашли в проект, заходят в проект, что видят в Дэйзи уникального, особенного, что вас конкретно пленило в этой концепции, почему вы остаетесь, скажем так, преданным, верными этой концепции, и что здесь такого, чего нет в других каких-то проектах, потому что мы понимаем, что Дэйзи уникален. Но гораздо интереснее это услышать от разных людей, потому что у всех есть свой опыт, уникальный, ценный опыт, которого нет ни у кого другого. У всех есть своя картина мира, и у всех есть багаж именно в сетевой индустрии, в которой мы находимся. И очень важно как раз послушать, что скажут лидеры с разных концов планеты на тему Дэйзи. И в первую очередь я хотел бы передать микрофон Катерине Жигуловой, город Новосибирск, Сибирь. Катя, ты одна у нас из Сибири на сегодняшнем звонке. Привет-привет. Ты была одним из инициаторов как раз этого звонка, за что тебе большое спасибо. Это очень классная идея, так вместе собраться. И я бы хотел тогда передать тебе микрофон. Вот у нас регламент, каждый человек по несколько минут выступает. Скажи, пожалуйста, почему Дэйзи, что видишь в Дэйзи и так далее. Всё, я замолкаю. Микрофон тебе. Спасибо большое, Илья. Меня хорошо слышно. Илья, сразу скажи мне, что меня слышно. Отлично слышно, да. Спасибо большое. И хочу сказать всем большое спасибо, что мне повезло сказать свои слова первой. Я сейчас быстренько отстреляюсь. И уже не буду переживать, что вот то, что я хотела сказать, уже сказал другой человек. Я уже скажу, что скажу. Я хочу сказать, что мы все в большом, конечно, в предвкушении. И ожидание настолько уже нас всех вскипятило, что как раз я и подумала, что пора уже выходить все вместе к людям. Пора уже о чем-то большом говорить и показывать. Мы уже все настолько готовы. Нужно эту готовность передавать каким-то образом людям. И я предвкушаю, я понимаю, что нам предстоит показать, создать, поучаствовать в чем-то очень грандиозном и большом. Мне самой это очень нравится. И у меня ощущение, что несмотря на то, что я более 20 лет уже нахожусь в индустрии MLM, и я считаю себя профессионалом в этой индустрии, я считаю, что у меня будет новый виток. И у таких людей, как я, будет новый виток именно благодаря Дэйзи, потому что сетевиков за эти годы создалось огромная-огромная масса людей. У нас есть самые, наверное, дорогостоящие навыки коммуникации сегодня. Мы умеем то, что сегодня дорого стоит. Но основная проблема всех сетевиков, основная, большинство, я не говорю, что все, но большинство сетевиков – это сегодня люди, которые хотели бы зарабатывать, потому что первая задача, по какой мы выбираем тот или иной проект, но все проекты, которые сегодня приносят хорошие возможности, они касаются финансовых каких-то продуктов, финансовых рынков. И мы видим, что происходит на финансовом рынке, там на самом деле колоссальное количество возможностей, но он настолько сегодня требует изучения, он настолько сегодня требует какого-то правильного профессионального подхода, чего нет абсолютно у многих сетевиков. Сетевики в большинстве своих случаев выбирают проекты как лотерею, где удастся заработать, просто удастся заработать и бежать огородами, успеть, как говорится, забрать, вывезти и так далее. Что я предвкушаю благодаря Эндотеку, это то, что благодаря Анне и ее грамотности, ее видению, ее пониманию, как должна развиваться эта индустрия, огромное количество людей во всем мире, во всем мире, и нам очень сильно повезло русскоговорящим людям, что она говорит на русском языке, получит не просто возможность зарабатывать деньги, как сетевикам, а получит возможность понимать этот рынок, понимать его особенности, понимать его различные какие-то, не знаю, перлы и так далее. То есть ориентироваться в результате этого, понимать, что есть другое на рынке, понимать, где в каких других местах нас ждет какие-то подвохи и опасности, и понимать, что такое настоящие инвестиции, как на самом деле могут работать деньги, как на самом деле создаются капиталы. То есть я была очень довольна, когда мне повезло быть на разговорах с Анной, когда я беседовала с этим человеком, мне нравится, что это не просто какой-то выдуманный человек, на которого все будут молиться, и с человека непонятно какого-то сделали какую-то небывалую историю, а что это реальный человек с какими-то практическими уже достижениями, причем все эти достижения они показывают, говорят, и все это работает. И для нас, для сетевиков, благодаря Дэйзи, это становится доступным, чего раньше не было абсолютно. Поэтому я думаю, что мое послание именно к сетевикам, потому что сейчас будут говорить ребята, которые очень профессиональны в области трейдинга, очень подкованы финансово, и они скажут те плюсы, расскажут. Но я хочу обратиться именно к людям, которые связывали свою жизнь и имеют опыт именно в индустрии MLM. Я хочу вам сказать, что благодаря Дэйзи маркетинг, о котором все говорят, что он очень-очень доходный, мега доходный, это абсолютно не имеет никакого значения, если бы не было значимости самого финансового продукта. Потому что на один маркетинг, какой бы он доходный не был, ни один приличный человек не пойдет, ни один. Я бы тоже никогда в жизни не рассматривала компании только со стороны маркетинга. Я отдаю очень большое значение самому продукту и самим перспективам именно в области финансов. Поэтому, может быть, я говорила больше двух минут. Всем большое спасибо. Я передаю дальше микрофон. Ребята, огромное спасибо, что вы пошли на этот групповой звонок, потому что это выгодно. Кто-то из вас очень хорошо знает трейдинг и все эти вещи. Поэтому спасибо от всей моей структуры, что они от вас услышат грамотные вещи. Спасибо. Катя, спасибо тебе. Ты правильно говоришь. На самом деле, без эндотека не было бы дези, не было бы маркетинга, не было бы ничего. Как мы всегда говорим, у нас не было такое, не то, что собралась группа людей и решила, давайте-ка замутим какой-нибудь смарт-контракт. Это не так все было. Был эндотек изначально, вокруг которого все строилось. Поэтому спасибо тебе за правильное понимание. Я передаю дальше тогда микрофон Алексею Хохлатову. Это у нас Москва. Леша на готове. Катя, если ты говоришь, что ты уже 20 лет в МЛМ, то Леша здесь гораздо дольше, заметно дольше, заметно дольше, не гораздо, но заметно дольше. Человек, который владел и своей компанией, и последние годы на финансовых рынках работает. И, Леша, я думаю, что тебе точно есть что сказать через твой огромный опыт, почему ты здесь, что ты здесь видишь. Да, спасибо за слово, предоставленное я. Друзья, я вот так с удивлением обнаружил, что в этом году исполняется 30 лет, как я в сетевом бизнесе. И чего я тут только не повидал. И на продуктовых компаниях начинал я с них. Ну, тогда только, фактически только этот бизнес и был 30 лет назад. Продуктовый. Ну, и финансовых уже 10 лет. Я не то, что поражен, я приятно удивлен и, как бы так сказать, очень рад причастным быть к тому процессу, который здесь складывается в Дейзи. С точки зрения моего анализа всевозможных, ну, как бы так помягче сказать, давайте так скажу, я делаю проект, который называется антискам, и рассматриваю там всякие варианты, каким образом, ну, к сожалению, не очень честно поступают с сетевиками, так скажем, пользуясь, ну, какой-то наивностью. Потому что, в общем, сетевики, я вот когда был, пять лет я свою компанию возглавлял, я могу сказать, что держать свою компанию, быть сетевиком, это самые разные вещи, абсолютно разные. И сетевики, они вот именно, я использую это слово второй раз, наивные. В том смысле, что ведь мы же, как сетевики, мы же ничего не теряем, если мы ни за что не отвечаем, ничего не теряем, если вдруг с компанией что-то происходит, я имею в виду в смысле юридических последствий, каких-то еще более серьезных. И вот этой наивностью пользуются дяди и тети, которые, ну, где-то что-то не до конца показывают, где-то что-то не до конца рассказывают, где-то, может быть, немножечко темнят. А может быть, они просто не очень профессиональны. И на самом деле, очень много организаторов сетевых компаний, которые, как люди, они очень хорошие, они добрые, они замечательно владеют информацией, которую доносят со сцены, владеют навыком говорить. Но с точки зрения профессионализма или с точки зрения, ну, каких-то просчетов, которые возможны с их точки зрения, вернее, с их стороны, да, вот мы здесь не подстрахованы. Вот чем мне нравится Дэзи, что мы здесь абсолютно полностью подстрахованы, вот именно с этой точки зрения. Дэзи настолько смело выступила вперед на рынок, открыла буквально все свои закрома, и мало того, что автоматизировала полностью на смарт-контракте вот весь процесс маркетинга, приемов средств, выдачи средств и распределения средств по матричной системе, по всем остальным бонусам, которые у нас здесь есть, мало того, что она это сделала, она еще и аудирует этот смарт-контракт. То есть не просто какой-то смарт-контракт, есть еще и аудит, вернее, он сейчас будет происходить уже, да, целых два месяца там серьезная фирма за это дело берется. Так этого мало. Компания, ведь часть средств у нас уходит на торги в Эндотек, компания отдалась аудиторской компании, то есть сама Эндотек отдала право исследовать все торги и все операции, которые проходят там со второй части нашего капитала сторонней аудиторской компании, причем не какой-нибудь, а из большой четверки. И вот эта та планка, которая взята, это максимальная планка прозрачности. Я такой планки не видел, чтобы кто-то даже близко к ней подходил, подползал там как-то под нее, дотягивался, не было такого. То есть вот в финансовой сфере все MLM-проекты, они даже намека не делали на это. Были какие-то попытки на своих сайтах что-то показывать прозрачно, но видите, как свои сайты все-таки свои сайты. А где та Фемида, которая будет оценивать, вот на своем сайте правильно ли показывает компания или неправильно показывает все сведения, которые надо показывать. Вот, поэтому здесь в Эндотеке мне очень импонировала вот эта смелость, с которой компания показывает все свои финансы, буквально наружу. Пожалуйста, заходите, смотрите, что куда идет. Ну и самое интересное, то, что мы уже стартовали в январе, мы уже показали объемы, и вот то, что мы показываем, вот то, что компания показывает открыто, это не стыдно еще и показывать, потому что объемы большие, людей много, капиталы привлечены за 4 дня, которые мы успели поработать с 10 по 14 января, просто огромные. И фактически у нас сейчас уникальная ситуация, мы не просто стартуем, потому что старт у любой компании, она две раз в жизни, а мы второй раз стартуем. То есть мы уже обкатали, мы уже знаем, где соломку постилить. Вот, поэтому у нас двойной уникальный случай. Первый, вот эта прозрачность, которую я хотел подчеркнуть, и второй, это более грамотный старт, потому что, ну, уже прям буквально 100% он будет без сучка и задоринки. Леш, Леш, да, спасибо. Ну, как бы, да, прозрачность, это тот такой кейворд, который я сам всегда использую, да, и с одной стороны, и с другой стороны. Вот, и ты через свой многолетний опыт, да, в этой индустрии, сетевой индустрии, вот, именно это выделил во многом, да, и, наверное, не без причин, как ты, собственно, объяснил, да, потому что компании, к сожалению, манипулируют, к сожалению, относятся к людям, к наивным сетевикам, к сожалению, да, относятся, как к пушечному мясу, очень часто, я не говорю, что все, да, особенно на финансовых рынках. Вот, и как раз, в принципе, концепция Дези, да, вот эти дела как-то искоренить. Вот, огромное спасибо, я тогда предоставляю слово следующему спикеру, это Елена Мазура, город Киев, Украина, вот, с Леной мы знакомы в течение, может быть, пары-пары лет, да, ну, несколько лет, вот, Лена, очень приятно всегда с тобой работать, вот, профессионал с большой буквы, и свои бизнесы, и свое агентство по маркетингу, по упаковке, и огромный опыт, и сетевой, и на финансовых рынках. Лена, скажи, пожалуйста, почему ты тут, вот, что ты здесь увидела особенного, и чем тебя пленила концепция? Спасибо большое за доверие, Илья, благодарю тебя за то, что ты вообще с командой создали, вообще, вам пришла в голову эта идея, вот, почему я здесь, я, во-первых, я всех приветствую, рада вас всех видеть, искренне рада, потому что этот локдаун, он как бы, знаете, как бы хочется, знаете, как хочется к людям, к людям, вот, хочется, вот, и уже хочется поработать, потому что Дейзи – это то направление, это тот проект, это та, как бы, экосистема, даже я бы так сказала, да, которая очень, гораздо глобальнее, чем может показаться на первый взгляд. Ну, я скажу, что за много лет в бизнесе, я вот сейчас, Алексей сказал, 30 лет, а я посчитала, у меня тоже 30 лет, только с момента, когда я начала вообще знакомиться с МЛМ, а уже бизнесу, ну, как бы в бизнесе 25, потому что 30 лет назад я еще не могла бизнесом заниматься, я еще была, ну, по возрасту, наверное, еще. Вот, значит, первое, что мне понравилось, это то, что искусственный интеллект – модная тема, современная, перспективная, на много лет вперед. Я всегда рассматривала любые новшества, любые какие-то новые технологии, мне всегда это было интересно, там, допустим, заняться тем, чем не занимаются другие. Например, там, женщина открывает компанию, юридическую компанию по торговле с запчастями на автобусы. Тема была актуальна когда-то, да, это зашло, это было круто, это было вовремя, потом эта тема ушла. Вот, на данный момент, ну, и много было таких историй в жизни у меня, когда вот я занималась тем, что было действительно очень, ну, в тренде, вот, потом, когда было брендинговое агентство, по-моему сейчас есть «Будь в тренде, стань брендом», да, вот такой лозунг, такой слоган. То есть быть в тренде – это всегда интересно. И «АИ», да, то есть искусственный интеллект – это интересно, это перспективно. Второй момент, что хотела сказать, меня устроило в Дейзи все, потому что я как финансист, как маркетолог, как инвестор портфельный, у меня есть и классические инвестиции, я очень давно активно, с 2016 года в криптовалютном рынке, достаточно неплохо в нем разбираюсь, вот, и мне устроилось здесь все, здесь такой совокупный продукт получился. Здесь и краткосрочная инвестиция, да, то есть краткосрочный заработок, доход на краудфандинге, да, такая возможность не будет длиться там год, пять лет, десять лет. Возможно, будет, когда будет после Дейзи новые какие-то продукты на эту же площадку будут ложиться, да, но все равно я рассматриваю краудфандинг на данном этапе как краткосрочный доход. Среднесрочный доход на трейдинге, да, то есть сумма работает, у нас идет пассивный среднесрочный доход на трейдинге и долгосрочный на IPO, когда будут акции компании. То есть мы здесь затрагиваем и MLM, затрагиваем и пассивный доход, и финансовый рынок трейдинг, и фондовый рынок акций. То есть здесь вот такой совокупный продукт, который закрывает несколько позиций сразу, потому что если мы рассматриваем как инвесторы, допустим, есть такой термин, как перекладывать портфель, что периодически каждый инвестор делает, да, то здесь получается в одной сумме сразу как бы такая диверсификация внутри, в одной инвестиции. Ну и, конечно же, открываются большие возможности. Еще один момент, который я хотела тоже, вот я себе так пометила, хотела об этом обязательно сказать и скажу сейчас. Когда что-то на рынке появляется хорошее, интересное, качественное, всегда делается плагиат. Никогда не буду делать плагиат на что-то никому неинтересное. Дейзи – это, по сути, феномен на рынке MLM и на рынке вообще финтех, да, и стало появляться много компаний, которые мы, как Дейзи, только лучше, вот я слышала такое, да, или там что-то похожее не упоминает. Дейзи просто берут и просто тупо слезали в систему. Все, единственный нюанс, маленький нюанс, за этими всеми плагиатами, а-ля копипастами, да, за ними нет продукта и за ними нет такого мощного хедлайнера, как Эндотек. У нас есть инвест-клуб, у нас есть группа предпринимателей, бизнесменов, инвесторов, и есть аналитики, которые анализируют, смотрят рынок и смотрели Эндотек с разных сторон. Вот то, о чем говорил Алексей. Вот я снимаю шляпу, Алексей, потому что ты всегда смотришь тоже на все эти вопросы профессионально, мне очень нравится твоя подача. Вот, и мы увидели, что Эндотек – это мощная компания, за которой как бы скрыто гораздо больше ценностей, чем то, что видно на поверхности. И Эндотек является хедлайнером, является вот как бы таким поставщиком ликвидности, является как таким вот кредитом доверия, да, ко всему этому движению. Потому что Дейзи – это как продукт, ведущий к Эндотеку, да, в то же время это продукт, который сгенерирован от имени Эндотека. Ну, вот как бы такая вот коллаборация. Вот, ну и еще хотела сказать, что я бы на сегодняшний день, если брать это как MLM направление, да, и как финтех, я бы назвала это, вот если по десятибальной шкале, 10 из 10 я бы назвала, потому что это перспективная очень тема. Партнеры ждали, дождались, потому что, по сути, на днях уже, так понимаю, будет запуск. И мы понимаем, что это длинная такая вот дорога, длинная, длиной в несколько лет, потому что с Дейзи все только начинается. Там за этим стоит очень большая будущая история, перспектива, и я это четко вижу, понимаю, ощущаю. Так что буду закругляться. Всем спасибо большое. Илья, передаю микрофон. Леон, огромное спасибо, да, огромное спасибо. За твое видение, за твое понимание. И тогда передаю микрофон следующему спикеру. Это Антон Потатуев, вот который вчера был тут, сегодня там, завтра будет в другом месте. Вот человек, который все время путешествует, активно занимается маркетингом, инвестициями. Вот сейчас, Антон, если не дашь ты мне соврать, ты в Турции находишься, да, вот мы с тобой видели в Тубае, вот сейчас ты уже в Турции. И, Антон, передаю тебе микрофон. Вот у нас как бы регламент буквально несколько минут. Тебе слово касательно Дейзи, почему Дейзи, вот что видишь в Дейзи и так далее. Друзья, всем привет. Илья, спасибо за шикарное представление. Действительно, очень много путешествую, очень много перемещаемся. Я пришел в MLM-индустрию именно для этого, для того, чтобы жить полной жизнью, путешествовать, развиваться, создавать множественные источники дохода, о которых все везде говорят, но очень мало кто имеет. И придя в MLM, придя в InvestMLM, я это увидел, я это смог реализовать. И благодаря Дейзи, друзья, сейчас каждый человек с очень маленького входа, буквально от 100 долларов, может начать формировать себе пассивный источник дохода, качественный источник дохода, потому что очень многие люди за последние годы видели очень много надежных компаний, ненадежных компаний, видели быстрых компаний, которые приходят на рынок навсегда, а уходят за год, за два, за три, некоторые за полгода уходят с рынка. Поэтому у меня более 7 источников дохода в моем инвестиционном портфеле, и Дейзи занимает на данный момент в моем портфеле почетное место, уникальное место, потому что ребята сейчас делают на рынке то, что не делает никто. Это просто нереальная кинтесенция из MLM, из DeFi, из финтеха, просто из блокчейн-технологий, из реального трейдинга. Это то, что ищут многие, но находят единицы, потому что заняты чем-то другим, потому что не анализируют, потому что не доверяются своей интуиции. Дейзи сейчас с пробуксовкой стартовала, но этому есть свое объяснение, потому что действительно ребята делают то, чего не делал никто. Это уникальная бизнес-модель, которая, я считаю, что все-таки имеет место быть, жить, реализоваться. Уже буквально остались считанные дни до запуска. Я уверен, что ребята сейчас все проверят, все протестируют, сделают для нас шикарный гоночный болид, на котором мы полетим к множественным источникам дохода. Из фазы в фазу будем переходить, будем расти, будем развиваться. Будет шикарное комьюнити, будут шикарные мероприятия в Дубае. Я вот только приехал действительно из Дубая в Турцию, и Дубай сейчас просто запал мне в душу, мне хочется туда вернуться. Это город для жизни, это город для реализации всего, что только можно. Как сказала одна моя знакомая, говорит, в Дубае есть все для сатисфакции, для получения всех видов удовольствия. Просто большой поклон арабам, что они эту нефть пускают, доходы от нефти и туризма пускают в нужное русло, не то, как это делают в других странах, к сожалению или к счастью. Поэтому мы будем проводить шикарные мероприятия в Дубае, мы будем развивать это сообщество. У нас, в принципе, есть все для успеха. Дейзи – это очень и очень интересная модель, в которой каждому предпринимателю, каждому сетевику, каждому бизнесмену, каждому человеку, который желает создать пассивный источник дохода, есть смысл присмотреться. Присмотреться, вникнуть, разобраться, начать инвестировать, начать делать апгрейды и начать делиться этой информацией с людьми. Поэтому, Дейзи, мы надеемся, что все будет круто. И я передаю слово следующему спикеру. Илья, спасибо тебе. Да, Антон, спасибо. Спасибо за звучное такое выступление. Дубай – действительно место очень шикарное энергетическое. И мы действительно здесь, я думаю, будем и ивенты проводить, и все, потому что коронавирус и COVID, они рано или поздно пройдут. Вот мы будем встречаться и вместе тусоваться. И особенно пейсеттеры у нас будут особенно в почете, как те лидеры, которые достигли наибольших результатов. И, кстати, многие из присутствующих либо уже являются таковыми, либо вот-вот сейчас при запуске станут. Следующий спикер у нас – это Светлана Корничук. Света, я тебе передаю микрофон. Вот Светлана, Днепропетровск, Украина. Давно, очень много-много лет мы знакомы, дружим. Вот Света – это мощный, большой лидер, с большой буквы строящий огромные организации, глобальные, международные. И, Свет, я очень рад, что ты пошла за идеей, да, еще как бы на раннем этапе, да, тебе понравилась вот идея, и ты видишь, куда это все сейчас движется. Вот просьба буквально совсем коротко, когда мы немножко из регламента выбиваемся, вот сказать, почему Дэзи, вот какое у тебя видение и так далее. Спасибо огромное. Я, ну, моя первая компания Гербалайф, поэтому меня научили говорить очень коротко и по существу. Поэтому я постараюсь сделать самые основные моменты. Для меня Дэзи – это прежде всего эндотек. Я нахожусь очень много времени в MLM-маркетинге и пришла сюда только именно с точки зрения такой познавательной, когда я оказалась в MLM и задержалась, к сожалению, она тоже на несколько десятков лет. Прежде всего, эндотек для меня – это уже сложившаяся компания, которая работает на рынке с 2012 года. И она руководствуется под руководством доктора Анны вместе с высокопрофессиональными специалистами. Мир не стоит на месте, мир развивается. И то, что было несколько лет назад, оно, естественно, уже устаревает. И если вы хотите быть на плаву, если вы хотите быть в тренде современного мира, и вы не хотите отстать и быть обеспеченным человеком, то, естественно, надо развиваться. То есть технологии на месте не стоят. Дейзи – это прежде всего мудрое возблачение двух важных составляющих. Первое – это прогрессивный метод ведения MLM, основанное на смарт-контракте. Для многих смарт-контракт это будет новинка, и вот в компании Дейзи вы можете с этим ознакомиться очень тщательно. Вы начнете открывать какие-то кошельки, вы познаете для себя те моменты, которых вы, возможно, до этого просто-напросто не знали. Компания Эндотек – это вторая составляющая, это краудфандинг по созданию искусственного интеллекта. Не буду останавливаться на технологии R-Defi и всего прочего. По криптотрейдингу это все уже говорится нашими всеми присутствующими спикерами. Здесь каждый может найти для себя зону интереса, как в создании активного источника доходов, так и пассивных инвесторов. Для пансивных инвесторов здесь просто шикарные условия. Я финансовый аналитик по образованию, и для меня всегда была интересна тема создания множественных источников активного дохода и особенно пассивного. Эндотек – это умное, рациональное предложение для тех, кто создает свой инвестиционный портфель. Он обязательно должен присутствовать в вашем арсенале. Поэтому присоединяйтесь. Я всем желаю успехов в нашем общем начинании. Всего вам доброго. Свет, огромное спасибо. Чисто по-гербалаевски, коротко, лаконично, без воды. И так донесла месседж очень классно. Спасибо тебе. Я передаю микрофон следующему спикеру, который действительно физически имеет микрофон перед собой. Наверное, один из всех нас присутствующих. Я считаю, Эдик, я тебе его передал. Это Эдик Затулывиттер. У тебя… Или Затулывиттер. Скажи нам все-таки, как правильно произносить фамилию. Затулывиттер. Затулывиттер, окей. Да, извини, длинная фамилия. Вот многие люди спотыкаются. Москва. Вот человек, который давно на этом рынке, вот съел много собак и кошек, значит, строит большие сети, вот, большие комьюнити, занимается трейдингом в том числе, да, помимо того, сколько ты уже в крипте, много лет ты в крипте, да, помимо того, что ты инвестируешь и занимаешься маркетингом, да, ты, как, наверное, из всех присутствующих, имеешь наибольшие навыки именно по трейдингу, да, потому что я, например, сам не трейдер, вот, я только базовые понятия знаю. Вот, и, Эдик, я тебе передаю микрофон, вот, ты, наверное, как раз, я знаю, ты что-то подготовил именно через фокус трейдинга. Вот, скажи, пожалуйста, почему Дэйзи, вот, почему ты выбрал Дэйзи, вот, в чем фишка и так далее. Спасибо, Илья, всем привет. Да, я немножко покажу еще с демонстрацией экрана свое видение, почему именно Дэйзи, почему именно Дэйзи, и так как я, ну, я с трейдингом связан более, вот, именно с технической, именно с точки зрения технического анализа последние несколько лет, до этого все-таки был приверженцем фундаментального анализа, но я сейчас пришел несколько лет назад к видению того, что все-таки нужно эти все вещи комбинировать. Кроме того, так как НДТЭК – это про алгоритмический трейдинг, еще лет 10 назад было принято в обществе трейдеров, что это все из области черного ящика, который никогда не работал. Но технологии идут вперед, и сейчас вот постепенно в этой области начинают все меняться, но не так быстро, как хотелось бы. Поэтому ко всем компаниям, которые предлагают какие-то боты, какие-то алгоритмы по трейдингу, нужно относиться с предельным вниманием по отношению к их истории ведения капиталами, управления капиталами. Поэтому оптимальным методом исследования, стоит ли внимание компания какая-то, следует поставить на ее кривую капитала. У НДТЭКа, давайте мы посмотрим вместе на их кривую капитала, все-таки у них есть их веб-сайт, и на нем, на сайте, именно их самый первый, не который к ДЭКе относится, а именно сайт НДТЭКа, где они раньше распространяли свои алгоритмы. Во-первых, над этими алгоритмами работает целая команда, это раз. Во-вторых, прежде чем принять решение, участвовать в этом или нет, нужно все-таки посмотреть на их самые первые алгоритмы, которые имеют максимальную историю кривого капитала. Вот некоторые из алгоритмов и стратегии мы можем наблюдать на их сайте, и нажав на раздел «Перформанс», можно посмотреть каждую из стратегий и кривую капитала. То есть любой трейдер профессиональный скажет вам, что вы можете сколько угодно рассказывать про какие-то достижения любого из трейдеров, но о нем можно сказать только кривая капитала. Поэтому здесь мы видим различные стратегии, некоторые более консервативные, некоторые все-таки более рисковые. Соответственно, приносят они разную степень прибыли, но каждая из них все-таки имеет одну общую черту. Кривая капитала постоянно растет, независимо от того, какой цикл сейчас есть на рынке. Так как мы имеем все-таки дело на текущий момент, что алготрейдинг пока что в НДТКе работает в сфере криптовалют, а уже впоследствии будет и валютный рынок, Форекс добавлен, и фондовые рынки. Но сейчас у криптовалютного рынка, который достаточно молод, я, кстати, с ним уже плотно с 2014 года впервые познакомился еще в 2010 году, когда в первый раз попробовал помайнить биткоин еще на процессоре старого ноутбука, и это было тогда еще эффективно. Но в любом случае могу так сказать, что, ребята, здесь вы видите синяя кривая, это кривая капитализации всего криптовалютного рынка, который отражает вообще внимание и среднюю цену каких-то ключевых игроков этого рынка. Все-таки самым главным здесь у нас является биткоин, поэтому большинство стратегий НДТК настроены на работу именно в паре с биткоином. Если мы посмотрим, то есть разные циклы, мы видим, что кривая как раз-таки капитала растет, НДТК бывает с паузами какими-то конкретными, бывает, что даже какого-то серьезного роста не бывало здесь в течение одного года, мы увидели, что, например, на протяжении 2019-2020 года прирост капитала составил порядка 20%. Но тем не менее, когда был мартовский обвал, а все это помнят, кто в крипторынке присутствует, НДТК потерю сократил всего лишь в пределах 10%, учитывая, что весь крипторынок тогда упал примерно на 70% всего лишь за неделю. Я вижу, что стратегии НДТК направлены как раз, ну, лучшую динамику показывают именно в условиях падения рынка, хотя и в условиях подъема тоже отличные результаты. И я сейчас вам хочу показать Биоэкс график, который отражает всю историю развития цен биткоина с момента, как только он начал торговаться. Это первые данные здесь с лета 2010 года. У нас есть халвинги, которые происходят раз в 4 года, у нас есть общее понятие циклов. Вот кто знаком с волновой теорией Эллиотта, тот вообще знает, что такое. И циклы в биткоине очень хорошо развиты, очень хорошо выражены. И даже те люди, которые далеки от технического анализа, от трейдинга, они могут заметить определенные тенденции. То есть тенденции роста, тенденции падения, и они сменяют друг друга. Рынок фактален, конечно, на таком недельном таймфрейме. Мы видим всю обширную историю развития цен биткоина, но тем не менее, мы четко можем проследить именно смену циклов. Подъем-падение. Подъем-падение. Каждый раз, когда мы имеем бычий цикл, когда у нас есть подъем, обычно это происходит после халвинга, обычно на пиковых значениях рынка в рынок приходит огромное количество новичков, которые плохо в этом разбираются. И кто вот даже в прошлый бычий цикл застал, все помнят, что когда биткоин почти достиг 20 тысяч долларов, именно в этот самый момент все соседи, все люди, все коллеги на работе начали сами говорить о биткоине, потому что все по новостям об этом начали форсить всю эту тему. И люди приходят под самый конец, так сказать, обеспечивая прибыль своими деньгами тем людям, которые в этом уже были давно, намного раньше. Соответственно, здесь простой принцип. Одни зарабатывают за счет других. Сейчас мы имеем очередной бычий цикл, который уже подходит к концу. Если мы измерим просто длину этих циклов после преодоления предыдущих максимумов, мы увидим, что они в среднем длятся 238-273 дня, вот, а предыдущие два цикла мы видели. В среднем это 250 дней. Если мы возьмем текущее значение у текущего пересечения предыдущего максимума 2017 года, то мы уже в этом цикле 154 дня. Это нам может подсказать, что примерно летом или в начале весны этот бычий цикл уже закончится. Именно в этот период придет сюда очень большое количество людей, которые занесут свои деньги в надежде в этот поезд запрыгнуть и заработать. Но фактически история нам показывает, что эти люди, как правило, свои деньги теряют, потом обижаются и уходят из мира инвестиций навсегда. Что предлагает как раз-таки МДТЭК? МДТЭК предлагает зарабатывать на любом из циклов и подъем, и падение. Конечно, более выраженно, если смотреть по истории их работы, самых старых стратегий, а, кстати, новые уже более оптимизированы, можно сказать, что еще большую доходность как раз-таки и минимальные потери МДТЭК предлагает именно в периоды падения. Поэтому сейчас как никогда важно обратить внимание всем и профессионалам, и новичкам на МДТЭК для того, чтобы хотя бы диверсифицировать свои риски и не потерять деньги в грядущем падении, а еще вдобавок и заработать. Кроме того, хорошо сказал Алексей, вот по одному моменту, я сейчас на себя красиво переключусь, по одному моменту, что есть много компаний недобросовестных, нечистых на руку, которые на самом деле не что иное, как финансовая пирамида, и все их отчетности это либо подделанные результаты, либо результаты каких-то ангажированных компаний, которые из себя не представляют никакой ценности. То есть это просто финансовая пирамида. Мы имеем дело сейчас с реальной компанией, это действительно так, эту историю можно проследить за последние несколько лет, это важно, и это уникальная ситуация прозрачности соединения MLM с помощью смарт-контракта и соединения финансовых аудитов от топовых компаний аудиторских, которые будут контролировать процесс трейдинга в Эндотеке. И можно будет сказать, что да, Эндотек гарантированно занимается тем, что заявляют. То есть они действительно трейдят, и это важно, это действительно феномен, именно в этом феномен как раз-таки и Дейзи Эндотека. И я так подразумеваю, что те компании финансовой пирамиды, которые сейчас дают фиксированный какой-то процент, они живут сейчас только за счет бычего цикла, они попали именно в этот цикл развития криптовалют, который сейчас отрастет. А только сейчас крипта начнет падать, эти компании по принципу домино начнут сыпаться и начнут скамиться. И я предполагаю, что как раз-таки в этих условиях и Дейзи Эндотек будет чуть ли не единственным игроком, который останется на этом рынке и будет продолжать давать своим клиентам прибыль. Поэтому сейчас, участвуя именно в Эндотеке и в Дейзи, прямо с самого начала, вы закладываете себе перспективу на много лет вперед оставаться с компанией, которая останется лидером и будет одной из немногих выживших на этом финансовом поприще с серией MLM. Поэтому прямо сейчас нужно заходить именно в эту компанию, потому что уже летом вы сможете убедиться, как посыпятся все эти компании, я не буду их называть, но это компании в кавычках, но что они на самом деле финансовые пирамиды, и вы, и ваши команды потеряют деньги. Поэтому Эндотек и Дейзи это про многолетний заработок, про многолетнюю работу, это про защиту своих капиталов, это то, в любом случае, на что нужно обращать внимание, потому что это реально уникальная вещь. Вот поэтому, собственно, я выбрал Дейзи, и поэтому я выбрал Эндотек. Всем спасибо. Да, Эдик, ну прямо лучше не скажешь. На самом деле, ты попал в точку, потому что часто возникает вопрос, вот я знаю, у нас времени совсем мало, я буквально прокомментирую то, что ты сказал буквально чуть-чуть. Очень часто возникает вопрос, что вот, допустим, да, мы видим, как у нас средства в Дейзи, в фонде двигаются, вот они то идут вверх, то идут вниз, и некоторые говорят, вот, типа за это время, там с января, там биток больше вырос, или там с ноября, или еще что-то, да, вот, но в этом-то как раз вся фишка, потому что биток, он растет тогда, когда он растет, когда он в бычьем цикле, а потом наступает медвежий цикл, и нет ничего вечного на земле. Если вы готовы задуматься хотя бы на несколько месяцев вперед, если вам позволяет вообще ваш уровень развития, понимания бизнеса, стратегического подхода, то, конечно же, нужно думать, ну, наперед, да, и нужно понимать, что рынок, он будет переворачиваться, он будет идти в другую сторону. И здесь действительно, то есть покажет себя именно та компания, которая занимается реальным тренингом. В этом смысле вот то, что здесь прозрачно все, да, и то, что подход такой долгосрочный, это сильная черта, и не нужно смотреть на какие-то сиюминутные, там, недельные какие-то просадки или еще что-то, да. Я понимаю, кто-то привык к ежедневным процентам, я все это понимаю, вот, но как бы мы на реальном рынке. Эдик, огромное тебе спасибо, я передаю слово следующему спикеру, это Елена Архипова. Лена, мы с тобой знакомы, может быть, наверное, год, поменьше, чем с другими, но за этот год у меня ощущение, что очень мы так близко подружились, вот, и мне очень приятно, то, что ты пришла из традиционного финансового сектора, да, из банковского сектора, и то, что ты работаешь по-крупному, тебе не интересны пакеты по 100 долларов, по 200 долларов, ты работаешь с крупными клиентами, с крупными организациями, с международным подходом, да, и вот это то, что нас с тобой разделили, то, что у нас общего, наверное, да, в нашем виде, потому что мне тоже так нравится, так гораздо прикольнее, так гораздо, гораздо так, ну, как сказать, азартнее, да, в такой игре находиться, в таком бизнесе, вот, и каждый в Дэйзи находит для себя что-то, да, то есть кто, если вы студент или домохозяйка, да, то вы тоже для себя что-то найдете, если вы профессионально, может быть, инвестируете, то тоже найдете, то есть на разных уровнях можно заходить в Дэйзи. Вот, Лен, скажи, пожалуйста, почему Дэйзи, вот, что ожидаешь, там буквально в двух словах у нас регламент подпирает. Да, спасибо, спасибо, Илья, за хорошее красочное представление. На самом деле, постараюсь быть очень коротко и, наверное, продолжу Эдуарда, потому что он высказал сейчас самый важный для меня момент, то есть это защита активов. Да, правильно, я очень долго работаю на финансовых рынках и в банковской деятельности больше 25 лет, и у меня мой фокус на крупных клиентов, то есть это дать возможность юрлицам, то есть корпоративным клиентам тоже получить такую прекрасную прибыль и работать с такой открытой компанией, которая на финансовом рынке с 2012 года, имея такой прекрасный опыт руководства и управления активами клиентам, тогда, когда именно в эндотек входили только институционалы, то есть крупные корпоративные клиенты от миллиона долларов. А сейчас появилась такая возможность для тех же юрлиц, для среднего бизнеса, для малого бизнеса, для клиента, который позволит себе любой актив войти в эту компанию и сформировать себе портфель, сформировать себе пассивный доход и не переживать, что сегодня этот актив каким-то образом может исчезнуть. Поэтому последние технологии, вот блокчейн-технологии пятого поколения, которыми пользуется компания Эндотек и которая для меня совершенно уникальный был человек и знакомство с Анной Беккер, потому что это человек не просто владелец и управляет такой крупной компанией, корпорацией, а человек, который уникален в своем происхождении, то есть она и профессор, и доктор наук в сфере искусственного интеллекта, и еще и бизнесмен, которая участвовала и в чекахских рынках, и она знает хорошо крипторынок, то есть она, ей удалось объединить вот эти две уникальные составляющие и искусственный интеллект, финтэч-технологии, на который сейчас все смотрят, то есть крупные корпораты, там страны, и Китай, там в 2016 году, я знаю, вложили в искусственный интеллект больше 200 миллионов долларов. И сейчас, когда идет высокий такой тренд, то есть говорят и пробуют высокие технологии, а технологии у нас блокчейн пятый, это уже последние технологии, которые используются с троном и смарт-контрактами, они, конечно же, несут самое важное, это самое важное защита капитала, защита капитала любого инвестора, микроинвестора, макроинвестора, юрлица, банки, любые другие финансовые институты, которым позволено попробовать и зайти сюда, получить свои возможности. Но и для меня тоже, Дэзи, и для моих клиентов, для моих партнеров, немаловажным является, что ты получаешь акции такой компании, которая очень в высоком тренде, потому как это и есть пассивный доход, потому что вот краудфандинг, который нацелен развивать сферу искусственного интеллекта и на это, в этой сфере разрабатывать какие-то другие технологии, там, биотехнологии, медицинской сферы, другой сферы, конечно же, они будут всегда востребованы у нас на рынке, на мировом рынке, поэтому акции этой компании, конечно же, всегда будут всем интересны, всем, и микроинвесторам, и макроинвесторам, и крупным институционалам, которые точно так же сюда может зайти, могут зайти на эту платформу Дези и получать еще двойное вознаграждение и от построения партнерских таких отношений, и от самих портфелей, потому что крупные инвестиции, они идут сто процентов в торговлю, и тогда клиент получает уже двойную выгоду, и сохранил свои капиталы, и приумножил, и работая на долгосрочной основе, получает еще акции. Вот так вот коротко, наверное, резюмирую свой маленький такой интервью, диалог, я хочу передать слово другому спикеру. Лен, да, спасибо. На самом деле, очень многие обращаются, говорят, а как можно купить акции Эндотек, потому что Эндотек очень сильно распиарена, Эндотек реально крутая компания, и, конечно, во многом благодаря Дэйзи, именно благодаря Дэйзи, благодаря комьюнити, очень сильно информация пошла по всему миру, и многие хотят купить, но вот если хотите купить акции, это невозможно купить акции, но вы можете участвовать в краудфандинге, и у вас будут доли, которые потом будут конвертированы в эти акции. Это очень важный момент, это ключевой момент, у нас здесь не инвестиции, у нас краудфандинг, который включает в себя владение акциями, конечно, на выходе. Огромное спасибо. Следующий спикер, это у нас Мариуполь, Украина, это Руслан Дю. Руслан, тебе слово, вот знаю, краткость, сестра таланта, знаю, ты можешь коротко и быстро сказать все самое емкое, вот у тебя огромнейший опыт, мы знакомы много-много лет, ты классный спикер, зажигательно умеешь рассказать, никто даже не знает, что у тебя на фоне, вот только только мы знаем, что это Красный Крест или Швейцарский флаг, да? Друзья, всем привет, я рад вас всех приветствовать, нас 178 человек, и для меня большая честь сегодня здесь выступать, оказаться в компании таких успешных ребят, которые разговаривают на непонятном мне пока языке, 9 марта я познакомился с Дейзи, и с 9 марта я засыпаю с этим названием и просыпаюсь, что я для себя выяснил, я промониторил весь интернет, я посмотрел ролики всех практически здесь лидеров, я посмотрел, как вы стартовали в январе, какие у вас были там проблемы, на чем вы набивали шишки, я это все посмотрел, и я сделал для себя определенные выводы, первый, это прозрачность, однозначно, 25 лет в МЛМ я всегда сталкивался с человеческим фактором, скамились компании, забирали бизнесы, отжимали, почему, потому что все деньги аккумулировались в один центр, централизованно собирались, у нас децентрализованная система, все деньги моментально будут распределяться на кошельки участников, кстати, не бойтесь, заведите себе кошелек, это очень легко, я сам боялся к этому идти, я боялся трейдинга, но я понял, что человеческий фактор отсутствует, значит, систему невозможно обмануть, если бы все страны сейчас, наши СНГ, включили в свой бюджет, смарт-контракт и блокчейн, оттуда бы не воровали деньги, как это происходит, поэтому прозрачность, второй, организаторы, я знаю Илью уже 10 лет, я его нашел сам в интернете, на ютюбе, я знаю, насколько это порядочный человек, я доверяю его компаньонам, поэтому я делаю выбор на организаторов, я понимаю, что ребята уже с каким-то именем на рынке, не с каким-то, а с серьезным, и они не будут подставлять свое имя, у них достаточно денег, это мультимиллионеры уже в трейдинге, и я хочу двигаться за ними. Третий момент, немаловажный, со 100 долларов можно начать обучаться, со 100 долларов можно постигать, если вы не заплатите свои кровные, вы никогда этому не обучитесь, для меня это очень большой фактор, я не знаю, конечно, заходят люди, я видел, на большие суммы, но я рекомендую зайти на 100 и начинать разбираться, то, что буду делать я. Четвертое, маркетинг, уникальный, я такого маркетинга не видел, посмотрите промо-ролик, ракета взлетает и весь мир покрывает, у нас маркетинг ракета, я действительно уже в этой ракете сижу, жду старта, нажать на педаль и по полному газу, ну естественно, друзья, есть риски, у нас есть риски, надо думать, надо взять карандаш, бумагу, все взвесить, не надо оголтел, отбежать, закладывать машины, там, квартиры, это риски, рискуйте на свои деньги, которые прежде всего вам не жалко потерять, да, всегда есть риски на этом рынке и в любом бизнесе и в жизни всегда есть риски. Что я хочу сказать новичкам, которые хотят быть успешны, создавать команды, не бойтесь MLM, я сам сетевик, Киосаки сказал, богатые люди строят сети, все остальные ищут работу, давайте строить сети, вся земля покрыта сетями, сети магазинов, сети заправок, сети, не знаю, ресторанов, мы построим свою сеть, для этого, первое, примите решение, изучите информацию, не спите ночами, закройтесь у себя в комнате, всех детей, жен, мужей, в сторону, изучаем информацию и принимаем решение. Если приняли решение, давайте в нашу команду, давайте вместе с нами и в первый месяц нам надо пригласить три партнера, три, всего лишь три, это не так много и третий шаг на второй месяц научить их сделать то же самое. Друзья, успех нас ждет, всех поздравляю, мы ждем старта, Илья, всей команде привет, спасибо за внимание. Руслан, огромное спасибо, я не сомневался, что ты так зажигательно скажешь, вот я смотрю, вижу улыбки у нас у спикеров, да, маленькая поправочка, ты сказал, первый месяц нужно трех людей пригласить, еще надо помочь им стать золотыми пейсеттерами, чтобы войти во второй пол, во второй пул, вот это маленькая поправочка, да, вот на самом деле, как я уже сказал, чем хорош бизнес, что можно здесь играть и в большую игру, а можно, скажем так, с маленькими пакетами начинать, и на самом деле, для сообщества, для комьюнити, конечно же, огромная комьюнити, чем больше людей вовлекается, то же самое, как с биткоином, да, чем больше людей открывают кошельки, тем больше ценность у биткоина, здесь то же самое, чем больше людей заходят в экосистему Daisy, тем больше ценность самой этой экосистемы, поэтому очень важно, очень важно, Руслан, если ты, допустим, фокусируешься не на крупных, не на тех клиентах крупных, кто по 10 пакетов берет, на те, кто может несколько пакетов минимальных, да, это очень, это фундамент нашего бизнеса, И за счет сарафанного радио здесь можно сделать еще больше товарооборот, чем работая с крупными клиентами. Огромное тебе спасибо. Следующий спикер это Рига Припалтика. Андрей Бахарев. Андрей, передаю тебе микрофон. У нас регламент, так сказать, поджимает. Но я надеюсь, что буквально ты еще один спикер, и мы на этом сегодня закруглимся. Илья, большое спасибо. Прежде всего, хочу поблагодарить Катерину за прекрасную инициативу провести такую встречу перед всеми нашими зрителями. И следующее. Помимо опыта в сетевом маркетинге, мы последний год создавали специальную платформу для новичков в MLM индустрии. И поэтому у меня была возможность, из-за того, что мы разговариваем с многими компаниями, у меня была возможность посмотреть на эту картинку с точки зрения 3D именно на DAISY и сравнить с другими вообще проектами. И я хочу здесь сказать следующее, что особенно новичкам, кто здесь сегодня новички, вы в очень правильном месте. Потому что я считаю, что DAISY – это проект, который прорывной проект по технологии и вообще по ходу. Я считаю, что время было до DAISY, и время будет теперь после DAISY в MLM индустрии. Для меня лично же магнитом в этом проект является очень хорошо и грамотно сложенный кросс-маркетинг, где есть пассивный доход и где есть очень разумная система DEFI, построенная на прогрессивном смарт-контракте, где все прозрачное, где все аудируется крупнейшими, одной из первой четверки аудиторской международной компании. MLM индустрия этого вообще не предлагает, поэтому мы здесь и прозрачны, и мы попадаем практически в комнату, где есть четыре двери, куда не пойдешь, везде деньги. То есть от вас зависит все, быть просто активными. Поэтому я считаю, что Индотек является драйвером, как успешная компания с многолетним опытом, которая обеспечит пассивный доход, ну а смарт-контракт обеспечит активным людям действительно хороший активный доход от своей сети. Вот с этим, в принципе, я и всех поздравляю с запуском этого проекта. Андрей, огромное спасибо, огромное спасибо. Вот чувствуется очень профессиональный подход, понимание. Мне очень нравится вот то, что ты сказал, индустрия до DEFI и после DEFI. В какой-то мере, наверное, я тоже это ощущаю, потому что действительно мы верим, что закладывается некий такой новое понимание, новое отношение, что ли, ко всей индустрии. Вот прозрачность, которая за счет смарт-контракта дается, мы уверены, мы уверены, да. И многие лидеры это мнение разделяют, да, что спустя несколько лет все больше MLM-компаний будут приходить именно к такому подходу, именно к такому подходу, да. То есть здесь исключена какая-то манипуляция, любая компания, она любит манипулировать, да, потому что это контроль, любая организация сверху контролируется, вот. Но время наше сейчас такое, что все больше людей предпочитает именно транспарентность, да, прозрачность вот этому тотальному контролю. Именно поэтому крипта, блокчейн, DEFI так бурно развиваются. Огромное спасибо. Я передаю микрофон последнему спикеру, это Александр Бахман, проживающий в Гамбурге, но в данный момент находящийся в Чехии, недалеко от Карловых Варов. Александр, мы тоже знакомы, да, какое-то время, вот. Знаю, что ты профессионал в области как MLM, так и финансов, вот. Тебе слово, и ты последний спикер, и мы на этом сегодня закругляемся. Скажи, почему DEZI, почему ты пришел в DEZI, что ты здесь видишь? Хорошо, спасибо. С моей стороны тоже всем добрый день. Интересно, что первая у нас начинала сибирячка из Новосибирска, я тоже выходец из Сибири, из Красноярска, так что все хорошо получилось. Почему DEZI? Во-первых, я хотел бы присоединиться к словам всех моих предыдущих коллег и друзей, вот. И хочу еще раз остановиться на уникальности проекта. То есть организаторам проекта, его инициаторам удалось совместить в этом проекте, казалось бы, несовместимые вещи. А именно, с одной стороны, это в настоящее, наверное, лучший трейдинг на рынке, абсолютно на всех рынках, на фондовых биржах, на комодисе, на форексе и криптовалютах с использованием искусственного интеллекта. То есть трейдинг эндотека – это фундамент нашего проекта и сердце нашего проекта. И цель проекта, об этом не было сегодня сказано, об этом Анна несколько раз говорила, создать, образно говоря, такую ситуацию, то есть оцифровать все денежные потоки в мире и в соответствии с ситуацией переключать активность на тот рынок, который в настоящее время дает максимальную прибыль и наиболее эффективно. То есть наши деньги, об этом уже здесь говорилось, о десерфификации, в данном случае лучшее, что может случиться, это иметь мобильный во всеоружии трейдинг. И новое поколение, как раз этот суперинтеллект, позволит действительно агировать, не реагировать, а именно агировать на всех рынках, на всех мировых рынках. Это первое. Второе – это поистине гениальный маркетинг с использованием краудфандинга, где только ленивый не заработает. То есть у нас, об этом тоже не говорилось, каждый участник проекта Дэзи, каждый, я это повторяю, участник проекта Дэзи, даже если он ничего не делает в кавычках, не приглашает ни одного человека, он может рассчитывать в течение года как минимум на 30-40-50% прибыли от той суммы, с которой он в этом проекте участвует. И третье – это смарт-контракт. То есть все это, об этом тоже уже говорилось, то есть смарт-контракт, который гарантирует абсолютную открытость, прозрачность абсолютно всех движений денег. И этот же смарт-контракт гарантирует, что в течение секунды, меньше чем секунды, то есть в реальном времени, деньги, которые в кавычках каждому из нас причитаются, в течение секунды оказываются на кошельке каждого участника проекта, которыми он может, понятно, в ту же секунду распорядиться. То есть вот это те элементы, которые делает проект ДЭЗИ просто уникальным, еще раз повторяю. Это феномен, который позволит, здесь уже было сказано, что это ракета, на которой мы все можем перенестись в другой мир. То есть с помощью ДЭЗИ каждый, абсолютно каждый человек, который несет ответственность за свою семью, за своих близких, он может шаг за шагом прийти к абсолютной финансовой независимости. Спасибо за внимание. Всего вам доброго и успехов нам всем вместе. Александр, огромное спасибо. Я тогда хочу резюмировать. Мы классно так пообщались, вообще просто зачетно пообщались. Мне очень приятно видеть то, что у нас такой классный фундамент лидерский, потому что я знаю, что каждый из вас сделал в прошлом. Я знаю, на что каждый из вас способен. И когда все вместе объединяются, потому что на самом деле я считаю, что ДЭЗИ – это определенная миссия. Это не просто история положить, заработать денег себе в карманы. Это нечто большее. Это определенная миссия. И я считаю, что я тоже на этой миссии определенной. И мне приятно видеть, что каждый из вас – это человек, сложившийся со своим стержнем, с пониманием, кто пришел сюда не на короткой дистанции. Потому что если сюда приходить на короткой дистанции, такие люди наверняка у нас тоже есть, которые первый месяц с другой поработают и потом побегут в какой-то другой проект. То просто можно поверхностно оказаться в ДЭЗИ и так и не понять вообще суть и долгосрочность идеи, все идеи. Поэтому мне приятно видеть то, что у вас у всех есть это видение. Очень классно было то, что вы все сказали. Я под всем, наверное, подписываюсь. Но очень классно то, что каждый из вас сказал через призму своего опыта. Потому что, как я говорил вначале, у каждого уникальный опыт. И у каждого из нас наверняка есть чему поучиться от других людей. То есть я многому обучаюсь, общаюсь с вами. Вы также друг у друга наверняка можете чему поучиться. У нас к нашему, наверное, стыду русскоязычный сегмент в рамках всего масштаба ДЭЗИ, он не так сильно представлен, как это ни странно. То есть у нас в процентном соотношении пока что такого движения сильного нет. Но я уверен, что сейчас после запуска эта ситуация изменится. Хотя конкурировать нам нужно будет с такими рынками, как Япония, Вьетнам, Китай, Германия. То есть с такими сильными и мощными рынками. Мы знаем, что Азия работает, наверное, сильнее всех. У нас Африка очень активно тоже работает. Латинская Америка – шикарнейший рынок. Там несколько очень-очень сильных команд. И на португальском, на испанском ведутся практически ежедневные встречи. Это все за кулисами, мы этого не видим. Поэтому сейчас, когда мы стартанем, я уверен, что в русскоязычном нашем сегменте у нас тоже будут запланированы какие-то ивенты, события, зумы, обучение. Мы все это наладим и обязательно будем встречаться лично. Со многими из вас я лично уже общался. Со многими еще лично не встречался. Виртуально общался. Жду с нетерпением, когда со всеми увижусь. Будь это Дубай, либо другая какая-то точка планеты. Таиланд, где я проживаю, вроде бы после октября обещают открыть. Тоже всех жду в гости. Так что на этой ноте, наверное, мы завершаем. Мы очень близки к запуску. То есть это реально. Мы говорим не про недели, не про месяцы, как кто-то писал. О, дай бог, к середине апреля ребята запустятся. Это не так. Речь идет про несколько дней. Как я уже сказал вначале, таймер у нас появится на сайте Daisy Crowd буквально, я думаю, в течение суток. Максимум двое. Вот как мы это видим. Очень-очень быстро. Когда таймер появится, все, это необратимый процесс, там дальше отчет, там пойдет такая сильная-сильная движуха и старт. И вот эта ракета, о которой вы говорите, она действительно взлетит. Руслан, вместе с тобой взлетит. Ты в ней находишься, в этой ракете, да, и прямо с тобой туда в космос она рванет. Вот. И со всеми другими. Вот. Поэтому задача сейчас максимальная у всех – это проинформировать людей. Вот. Здесь, с одной стороны, ситуация такая удивительная, что кому не скажешь, все про Daisy знают. Причем на любом языке, на любом рынке, да. То есть Daisy еще в декабре месяце вокруг земного шара так очень плотно прошел. И большинство лидеров MLM, кто вот в онлайне работает, знают. С одной стороны. С другой стороны, как правильно было сказано, немногие поняли, да, немногие поняли по-настоящему, что такое Daisy. И поэтому имеет смысл донести информацию во второй, в третий раз, да. И плюс огромное количество людей у нас на Земле, не все же в онлайне. А те, кто на Земле, многие про Daisy не знают, да, и в СНГ не знают, и в других странах. То есть у нас на планете несколько миллиардов людей, вот поэтому однозначно про Daisy знают маленький-маленький-маленький-маленький процент. Вот поэтому сейчас время как раз несколько дней на то, чтобы подготовиться. Вот потом бурный старт. И после этого мы обязательно вызовем и Анну Беккера, которую сегодня многие упоминали. Она нам расскажет побольше про трейдинг, про то, что сейчас происходит. Да, вот сейчас очень такой рынок, он очень-очень сильно волатильный, да, и я бы сказал, такой достаточно рискованный. Но, естественно, после этого всегда на рынке наступают какие-то более стабильные тренды, либо восходящие, либо нисходящие. Будем смотреть. Хотелось бы, чтобы это был восходящий тренд. Многие из нас держат крипту, да, те же самые биткоины. Вот если будут нисходящие, то как раз именно Daisy поможет нам сохранить капитал и преумножить на падающем рынке. Вот рано или поздно это наступит. На этом я закругляюсь. Всем огромное спасибо. Будем проводить на русском языке тоже больше встреч. И настраиваемся на очень-очень плодотворную работу. Бессонные ночи нас ожидают. И здесь, конечно же, те чеки, которые люди заработали, те везунчики, да, кто зашел в январе. Вот я один из них, да, несколько людей, кто, кого мы видим, вот Эдик, я знаю, тоже закрыл пейссеттера, даже ни одного золотого. Вот очень сильно, скажем так, отработал, да, хотя у нас по большому счету технически все работало очень криво в январе. Вот, ну, некоторые люди прогрессивно прямо на тронскане регистрации делали. Вот, не все знают, как это сделаешь. Вот, сейчас после старта, естественно, у нас огромное количество людей и лидеров заявляют, что в первый же день не то, что они сами, да, у них там 10 человек или 20 человек закроют пейссеттера, то есть они уже с командами прямо зайдут. И вот эти пулы, два пула пейссеттера и лидерский пул, да, они, конечно же, будут переполнены деньгами. И те люди, кто в этих пулах будет участвовать, будут получать очень хорошее вознаграждение, да, от каждой транзакции глобально, от каждого пакета, проданного глобально, да, то есть это такая фишка маркетинга. Она очень нравится всем лидерам, особенно тем, кто в январе уже ощутил, что это такое, да, вот. И еще раз напоминаю, на всякий случай у нас заново 30 дней отчет идет. У нас первые 5 дней, это 5, это опять-таки ресет, то есть вот этот, в маркетинг у нас заложено 48 часов, да, особенного такого времени, льготного периода, назовем так по-русски, да, когда не нужны квалификации на матричный бонус, вообще не нужны. У нас это на старте 5 дней, да, это будет 5 дней, чтобы все точно понимали, что такое. Через сутки это будет уже 4 дня, через двое суток останется 3 дня, через трое суток, двое дней, да, и с того момента все в обычные рельсы уже ложится, да, в обычный режим. Вот эти 5 дней, на самом деле, если сейчас сфокусироваться к каждому из вас, то вы можете использовать максимально правильно для себя, для своих партнеров, для своей команды, и сфокусироваться именно на том, чтобы в эти 5 дней максимальное количество лидеров привести в бизнес, обучить, показать, и потом уже по прошествии этих 5 дней нужно обращать внимание на квалификацию. У нас есть требования, у нас здесь нет халявы, она есть только на первых двух уровнях, и она такая, она тестовая халява, да, реальной халявы в этой матрице нет, то есть фундаментально мы не хотели, чтобы здесь зарабатывали люди, ничего не делают. Это неправильный подход, когда продается, пропагандируется халява, потому что мы все любим активно работать, да, и считаем, что неправильно, если человек зарабатывает деньги, не приложив к этому каких-либо усилий, да. Но вот это вот, скажем так, тестовые эти первые 2 поколения, да, это часть маркетинга, которая очень сильно, конечно же, способствует активному построению матрицы, да, то есть это такая психология маркетинга. Вот, поэтому первые 5 дней, конечно же, мы увидим, я думаю, огромные чеки уже истории за эти 5 дней, а дальше все пойдет, я думаю, так, по накатанной, да, и будем смотреть, как оно все пойдет. И важно то, что кабинет, он не будет идеальным с первого дня, я сразу вас предупреждаю, да, может быть, он будет не полностью отображаться, постепенно, постепенно, вот сейчас миграция заканчивается, да, и мы будем настраивать кабинет, бэк-офис, чтобы там все было, там все будет адекватно отображено, но, может быть, не полностью функционал будет сам начал, может быть, и полностью. И плюс потом мы будем добавлять еще какие-то вещи по ходу, те, что многие лидеры требуют, мы сами знаем, для того, чтобы легче бизнес строился. Все, на этом я замолкаю. Вот, еще раз всем огромное спасибо. Вот, сегодняшняя встреча наша записывалась, мы ее обязательно выложим, и сейчас самое время перед стартом пообщаться с лидерами, скажем так, пообщаться с теми, кто два месяца ждал и, может быть, сейчас просто подзабыл про Дэзи, да, чем-то другим занимается, напомнить о том, что Дэзи сейчас стартует, потому что этот старт будет очень громким. Всем до новых встреч, развиваем русскоязычный сегмент Дэзи. Пока-пока. Пока-пока-пока. Пока-пока-пока. До встречи. До встречи. Global Star Club. Возможности безграничны.